Как выборы в Турции повлияют на Украину? Смотрите, давайте я сразу закрою этот вопрос просто. Украина второстепенная тема на выборах в Турции. Нет, на Украину влияет все, ты не понимаешь. На Украину влияет все, но мы здесь за нашим столом, мы предположим, у нас такая гипотеза, что Украина не пуп земли, и что Украина второстепенная. Второстепенный вопрос на выборах в Турции. Такое скромное мое мнение, наверное, я ошибаюсь, но я посмотрел простые соцзапросы. В прошлый раз мы, кстати, показывали вот эту табличку, где 56% турков сказали, что их больше всего на этих выборах волнует экономика. И Украины в этом списке 10 разных вопросов, и вообще ее нет. Как так? Это, кстати, нормально можно объяснить, почему? Потому что внешняя политика на этих выборах, и это, кстати, такое необычное явление, потому что на предыдущих выборах внешняя политика какую-то роль занимала. Здесь вообще внешняя политика никого не интересует. Всех интересуют внутренние вопросы, абсолютно внутренние. Начиная от экономики, инфляции, заканчивая вопросами беженцев, демократии и так далее. Если брать по основным вопросам. Первое. Экономика. Чем отличаются кандидаты? Эрдоган обещает продолжать политику низкой процентной ставки, обещает высокий рост. Он концентрируется на экспорте товаров во все направления. Обещает создать 6 миллионов рабочих мест. Ну как-то. И вложить кучу государственных денег в туризм. В поддержку туризма. В общем. Калыч Даруглу немножко, ну не немножко, он другой. Он считает, что надо повысить, ну судя по его заявлениям, заявлениям его представителей, они хотят повышать процентные ставки, чего не делал Эрдоган, чтобы сбивать инфляцию, и восстановить независимость Центрального банка. Ну Эрдоган же давил на Центральный банк, он два раза менял директоров Центрального банка, чтобы они делали то, что он считал правильным. Также Калыч Даруглу обещает ограничить льготы и преференции для иностранцев на рынке недвижимости, что касается покупки жилья, например. Ну он считает, что таким образом они снизят цену на аренду для турков. Это как бы не доказано, но они считают, что это вот так, действительно так и будет. Калыч Даруглу также, ну как он будет решать вопрос инфляции, он считает, что даже если будут высокие процентные ставки, Турция все равно останется привлекательной для инвесторов, особенно из США и ЕС. То есть я это интерпретирую так, как он надеется, что он будет привлекать деньги с Запада. Опять же, это нельзя проверить сейчас, но вот он так вот думает, что будет делать так. Эрдоган, кстати, в свое же время привлекал деньги с Востока. То есть это аравийские монархи очень много давали, там Эмираты, по-моему, 10 миллиардов, или Катар, кто-то из них 10 миллиардов влил в турецкую экономику. Ну в общем, по беженцам сирийским, это второй вопрос, который всех волнует, потому что в Турции 3,5 миллиона сирийских беженцев, значит, 80% турков, согласно опросам, хотят, чтобы эти беженцы вернулись домой. Теперь... Их можно понять. Их можно понять. Но вопрос, как? И здесь начинаются вот эти все вот... И здесь начинается очень интересная дискуссия, которая не заканчивается ответом на этот вопрос. Значит, дело в том, что из вот этих 3,5... Ну, 3 миллионов, допустим, 3,5 это вот... То есть никто же не знает до конца сколько их там, ну, допустим, 3 миллиона сирийцев, это точно. Значит, из них около 700 тысяч уже интегрированы в турецкое общество, то есть это сирийцы, которые учатся в школах или в университетах. 880 тысяч за время конфликта в Сирии родилось уже в Турции, то есть это уже как бы дети сирийских семей, которые там родились уже. И что как бы усложняет, понятное дело, их возвращение, потому что многие из них уже давно там интегрированы, многие выучили турецкий язык, их уже даже на улицах не отличишь особо от турков, реально, ну, то есть многие там живут, работают. Значит, что обещают кандидаты, как они будут бороться с этой темой, с этим вопросом? Кемаль Калыч Даругло обещает договориться с Дамаском о возвращении этих беженцев. Правда, он не уточняет на каких условиях и как. Ну, вот, что именно он скажет. Ну, то есть идея такая, что он договаривается с Сирией при посредничестве ООН, они заключают договор в течение двух лет, что беженцы как бы должны вернуться. Это, ну, то есть куча открытых вопросов, как это будет имплементировано, на каких условиях беженцы будут возвращаться, захотят ли они возвращаться, если не захотят, что с ними делать, там их, не знаю, силой гнать в Сирию или нет, куда гнать, да, если Сирия, например, разрушена. И здесь Калыч Даруглу говорил такую вещь, что он инвестирует, то есть турецкие компании будут помогать отстраивать Сирию и таким образом создавать среду для возвращения людей. Эрдоган говорит примерно то же самое. Он говорит, что нормализация отношений с Сирией, договоренности с Дамаском и поэтапное возвращение беженцев, но без спешки, они типа сами будут возвращаться. Когда все стабилизируется, конфликт будет решен, турецкие компании вложат деньги. Ну, в общем, короче, по вопросам беженцев я бы сказал, что ни одной стороны рецепта нет. То есть они, но они очень похожи в этом плане. То есть тут вопрос, кому вы больше доверяете по большому счету, ну, как мне кажется. И по курдам еще один вопрос, который всех интересует. Калыч Даруглу отдельно подчеркивает, что турецкая оппозиция будет править для всех, они будут вовлекать курдов, они будут с ними поддерживать контакты, нормализуют отношения. Эрдоган, понятное дело, продолжает такой жесткий антикурдскую риторику. Он даже обвинял Калыч Даруглу и турецкую оппозицию в том, что они якобы поддаются шантажу курдов. Типа, что там чуть ли не они под дудку пляшут там турецких и сирийских курдов. Ну, это скорее риторика. Что еще? По демократии, по управлению, госуправлению, в целом оппозиция хочет демонтировать президентскую систему, сделать сильную парламентскую демократию. И, кстати, они вот, когда их спрашивают, как вы хотите бороться с коррупцией, они вот этим объясняют. Типа, если будет сильная парламентская демократия, то якобы коррупция на наивысшем уровне, она будет меньше. Ну, допустим. Ты не веришь в это, да, ну, не важно. Ну, вот, понимаешь, это же, как бы, мы критично сейчас к этому всему подходим, но может быть так и есть. Опять же, это не проверишь, это вот тоже часть просто таких предвыборных обещаний, может быть. Ну, с другой стороны, это логично, если они обвиняют, они же считают, что вся коррупция завязана на Эрдогане и его окружении. Поэтому, конечно, логично, что надо это все демонтировать и тогда коррупции не будет, она исчезнет. Эрдоган же, понятное дело, он за то, чтобы оставить систему, какой есть, он считает, что это самый эффективный метод управления страной, то есть, вот такой вот модель просвещенной цифровой автократии типа Мустафы Кемаля. Ну, на самом деле, это же как бы очень похоже. Вот это вот как бы его модель. Ну, и как мы видим, потому что почти 50% его поддерживают, турков, ну, многие с этим согласны. Вот, в принципе, общая диспозиция по Турции, она выглядит так.